Прикосновение к измерению, которое находится за пределами физического, означает, что вы хотите коснуться того измерения, которое является основой физического. Когда вы говорите об основе физического, вы говорите, что вы не заинтересованы в творении, но вас интересует источник творения. Если вы предстанете перед Творцом, по крайней мере, в такой ситуации, вам нужно отложить свои идеи. Ваши идеи нужно отложить на какое-то время, когда здесь Творец, не так ли? Разве он не самая большая идея? Это как… В Пенсильвании жил один человек. Откуда вы? В Сиэтле часто идут дожди, но не бывает наводнений. Вот почему мы можем поместить Сиэтл на побережье. Иначе на побережье были бы наводнения. Итак, жил один человек в Пенсильвании. Однажды там случилось большое наводнение. Вы не против, если внутри анекдота будет еще один анекдот? Начиналось наводнение. Вода прибывала, и один очень воодушевленный молодой журналист, последовательно, час за часом, рассказывал о том, как происходит наводнение. Потому что в этом вся суть журналистики. Если кто-то тонет, доложите всему миру, этот человек тонет, посмотрите, вот он тонет. Снимите его на видео и покажите всем, как тонет человек. Вы не бросаете чертову камеру и не кидаетесь его спасать. Нет. Вы показываете всему миру, как человек может утонуть во время наводнения. В те дни видеокамер не было. Сообщения передавались только азбукой Морзе. Так что он отправил свое сообщение, очень красноречивое. Он сказал, Бог сидит и наблюдает, как вода продолжает пребывать в этой части Пенсильвании, покрывая крыши домов. Он описал все очень выразительно. И сразу же получил ответ от своего редактора. Забудь про наводнение, возьми интервью у Бога. Если написано, пока Бог наблюдает, редактор думает, что он сидит где-то там. Забудь о потопе, бери интервью у Бога. Интервью взять не получилось, потоп продолжался. Затопило много домов, множество людей погибло, но один человек выжил. Этот выживший отправился в Нью-Йорк и там начал рассказывать, как он выжил в Пенсильвании, где погибло столько людей. Собралась толпа. После этого он отправился в Бостон и там начал рассказывать, как он выжил в Пенсильванском потопе. Собралась еще большая толпа. Тогда он отправился в Сиэтл и выступал там. Собралось еще больше людей. Тогда он отправился в тур по Америке, рассказывая о том, как он выжил во время наводнения в Пенсильвании. Он стал известным в Америке оратором. И естественно, каждый американец в своей жизни должен написать хотя бы одну книгу. Он написал книгу о том, как он выжил во время потопа в Пенсильвании. Книга обрела популярность, он выступал повсюду, даже за границей. Он стал миллионером, продал миллионы книг всю свою жизнь. Он только и делал, что рассказывал, как выжил в Пенсильванском потопе. И однажды он умер. Не в наводнении. Он умер. Прошел сквозь райские врата. Там, внутри, проходило собрание людей. И была возможность выступить. Несколько человек могли что-то сказать. Тогда он сказал своему соседу, «Я хотел бы поделиться своим опытом о том, как я выжил во время потопа в Пенсильвании». Кто-то толкнул его локтем в бок и сказал, «Слушай, вон там вообще-то Ной сидит». Так что, когда вы предстаете перед тем, что является источником творения, вы не подбрасываете ему свои идеи. Вы сами его идея. Да? Вы лишь следствие его идей. Если он откажется от своей идеи, вы исчезнете. Так что вы не выкладываете свои идеи. В этом суть медитативности. Молитва означает, что вы указываете Богу, что делать. Вы думаете, что вы его советник. Медитация означает, что вы осознали свои ограничения. И теперь вы просто замолкаете. Если вы просто замолчите, просто умолкните на всех уровнях. С вами произойдет все, что должно произойти. Все обучение состоит только в том, чтобы помочь людям умолкнуть. Чтобы вы не выдавали свои глупые идеи Творцу. Просто замолчите. Просто замолчите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok